— Надо попросить две минуты. Две минуты, пожалуйста, и я отойду. Мне нужно сходить в одно место, уединиться. Спасибо. Спасибо. — Я здесь? — Так, я вот тоже захожу. — У меня вылет, да, был? — Да. — Ну а всё, сейчас захожу. Так, у нас трансляция идёт. — Ну, по-моему. — Вроде как. — Не заглючил, вот всё, разглючил. Так, всё, готовы. — Итак, у нас вторая встреча между командами Nordic Union и ОАК. Так, в первой встрече… — В первой встрече как вы думаете, кто победил? — Как вы думаете, кто победил? — Сложную победу одержали ОАКи. — ОАКи. — Да. — Очень сложная была победа, я считаю. И первый, да, Торрес провалился. Ой, наоборот, забил с провала обороны. — Да. — Ну так. — Вот, да. Потом Делик ещё раз поразил. То есть, ну, небольшие помарки у нордиков были, и ОАКи ОАКи, ну, не сто процентов, но воспользовались этим моментом. Вот. Посмотрим, смогут… — Огей. — И Райан, да, поражает ворота сразу же за 13 секунд с начала встречи. — Ну, там, конечно, Иштегин мог бы пытаться отбить, но что-то не получилось. Но бросок там под самую крестовину был, Райан в своём стиле, в принципе. — Да. И давай поговорим о том, что налёт вышел вместо Акасича Мазио. Как ты думаешь, ну, пойдёт ли игра сегодня у Мазио? Так как у Акасича немного… ну, были помарки, да, были и хорошие моменты, но всё-таки… — Ну да, он как-то именно технически много ошибок допускал. Я не знаю, возможно, есть какие-то проблемы, не связанные именно с его игрой, может быть… — Да, технические проблемы. — Да, технические проблемы. Возможно, что-то есть такое, потому что я вот заметил, что он иногда не мог там бросить или шайбу принять. Поэтому решили, так сказать, бросить в бой ветеранов, если можно так выразиться. — Ну… Я думаю, что ветеранов-то хороших, поэтому… — Ну, нет, безусловно, хороших, я же не говорю, что плохих, даже очень хороших. И Райан, выход 1-1, может… — Да, и тут, конечно… — Удваивает. — Вбивает как гвоздь эту шайбу, и 2-0. Нордик Юнион хорошо очень начинает. Видимо, ООК, выиграв первый матч, так сказать, немного обрадовался. — Поверил. — Да, поверил в свои силы. — Слегка концентрация была потеряна ими. — Ну, посмотрим. История знает много камбэков. — Ну, на самом деле, нордики должны сейчас… — И вот сейчас будет… — Нет, не будет выхода. Штеггин будет первый. — Штеггин был на высоте и просчитал момент. Помог своей команде. Райан с шайбой сейчас, и, наверное, ООК, да. — Будет заброс, но такой, конечно, заброс должен перехватываться. Торрес будет давать на… Нет, он просто привозит. Просто привозит. Но тут, слава богу, для ООК. Райан уж улетел вместе с шайбой в бок. Поэтому ушло не так опасно. И тут еще бросок. — Егорка. Хороший, очень хороший бросок. — Надо отметить, нордики не стесняются бросать, когда есть возможность. Вот Мазила сейчас почему-то не стал идти вперед и бросать, а решил убрать там и еще что-то сделать. Тут немножко не точно. — Прижали сейчас нордики. Своих соперников. — Ну, все-таки я думаю, что после поражения такого они решили как-то разозлиться, взять себя в руки. Поэтому и такое активное начало второго матча. — Рой с шайбой. И, скорее всего, нет, он пока что ее не теряет. И сейчас неплохой пас. Торрес должен принимать. Не принял. — Денис, Денис. Денис делает шикарный пас на Егорку, который может продолжить. — Да, я думаю, что сейчас он сам пойдет. Ну, кстати, может было и дальше пройти, но он решил. — Мазила подбирает и думает правильно. Нужно, если нет вариантов, лучше отдать назад, чтобы не потерять шайбу. — Да. А ООК пока что только на выбор сыграет. Серьезно, так сказать. Вот, может быть, это и Мазила как раз своей свежей, так сказать, свежестью своей и своей головы, он сейчас разбавляет так игру нордиков. То есть, когда чувствуется, что нужно отойти назад, он отходит назад. Давай будем смотреть, как дальше будут развиваться события. Возможно, именно и это сейчас помогает нордикам. — И сейчас, да, Егорка вталкивает все-таки эту шайбу с пятачка. Как-то там уже тринк. — Да, первую игру нордики провели не собрано, но надеюсь, это последняя игра, которую она провела, ну, проиграла. Ну, вот именно в таком ключе, то есть не собрано. Потому что хочется верить, что на этом турнире все команды будут демонстрировать наилучший свой образ. — Ну, я так понимаю, что в первом матче не совсем так получилось. — Ну, не получилось, я говорю, и поэтому... — Нет, я имею в виду не в первой игре вот этого противостояния, а вот в первом матче сегодняшнего дня игрового. — Да. Мы давай будем говорить как сейчас. Ты хочешь поговорить об первой встрече? — Нет, нет, я хочу поговорить об этой встрече, которая сейчас идет. — Вот, да. Поэтому... В первой игре играли обе команды хорошо. И нордики, и уаки. — Не спорь. — Просто повезло больше уаки. — Ну, делик надо одну шайбу, надо одну шайбу. — Ох, Денис, 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 Денис. Здравый сейф от колкипера нордиков. — Я бы даже сказал харный сейф. Денис бы так сказал, я думаю. — Так, ну, конечно, 4-0 это пока что довольно грустно выглядит. Надеюсь, что волк сейчас соберутся и начнут как-то в атаке немного креативить. — Возможно, насытились они тремя очками и уже... Не знаю. — Ну, кстати, может быть так, как психологическая установка, что нам бы хотя бы три очка взять, и вот три очка взяли, значит, уже, по идее, достаточно против такого соперника, как бы ничего страшного, если не возьмешь шесть. Вот, возможно, какой-то такой момент есть. — Возможно, на Нордики, да. На Нордики очень сильно прибавили. Но, может быть, просто первую игру у них не было такого преимущества из-за невезения, вот. То есть... Или, наоборот, везения других. — Да, нет, я бы не сказал, что это главный фактор был. Там, в принципе... Ну, игра более смотрелась равной в любом случае. Видно было, что и те атакуют, и те. А сейчас как-то красные как взяли шайбу под свой контроль, так и не отдают. Вот только если с такими ошибками то сейчас Райан ее прихватит, да. — Ну, возможно, первую игру провели с небольшими нервами, как выразился Егорка. То есть он прокомментировал это специально для вас. Ну, результат первой встречи. И сказал о том, что они небольшие нервы испытывают, на его взгляд. — Ну, бывает, что уж поделать. — Да, для этого и есть первые игры. Но хочу сказать, что у нас еще второй круг ждет между этими командами. И уже, думаю, там будет так же жарко, как и в первой игре. Я на это надеюсь. — Ну, сейчас еще не все потеряно, времени-то много. Семь с половиной минут до конца третьего периода. Ну, тут, конечно... — И 5-0. — Тут уже такие голы на классе, когда с такого наброса подставления и защитники не держат это. Немножко подрасклеились Оаки вот сейчас. Не знаю, он не верит, что ли, уже в свой... В то, что можно еще что-то сделать сейчас. — Штегин очень креативный пас отдает на Ройса. Ройс тем временем переводит на Делика, а Делик спиной не принимает. Я, кстати, скажу, что это очень сложно принимать вот такие вот шайбы. Не всем дано их принимать и... — Нет, ну ему-то дано, в принципе, просто в этот раз не получилось. — Ну, и мы говорим о том, что... — И вот сейчас можно на шестая зайти, но не за что. — Перевод на другой фланг. Торрес остается в защите. Делик все-таки отдает пас на Торреса. И попробует, наверное, через, так сказать, растяжение, что ли, защиты... — Что-то вроде того. — Да, я уже сравниваю. Сравнения пошли не очень. Значит, нужно прекратить вот. — Ой, отличная контратака в исполнении Нор... Ауаков. Ройс. — Ну, вот сейчас надо давать... Ну, это что за пас? Там уже стоял абсолютно один. Один. — Торреса. Вот сейчас можно на Торреса выкатить... А уже нельзя. Неплохой, неплохой пас. Ройс выдал на Делика. Но в итоге завозились чутка, и... Атака на ворота... — Ну, и тут, конечно, все четко разыгрывают нордики прям... Ну, тут Райан уже немножко так как-то элегантно пытался завести. — Ну, Иштегин там... Да, Иштегин прочитал этот момент и не позволил последний момент Райану... Райан пытался изобразить очень такой сложный, наверное, элемент, когда вот прям вот в притирку из острого угла закатить. Мазила, мазила, мазила. Попытался убрать под себя шайбу, но не получилось. — Торрес два раза перехватил ее, но немножко... Заканчивается второй период, я уже не думаю, что что-то произойдет. Так, у нас тут немного посторонних людей зашло на сервер. — Да, надо... А, они выйдут. — Вот все. Я что хотел сказать насчет того, как можно Уолком... Ну, то есть, как можно было Уолком. Вот у Нью сегодня... Да, вот я только хотел об этом разговоре начать, как действительно Нейскафе выходит на поле Уолк. Я хотел сказать, что он в предыдущее все время сидел на скамейке, и можно было выпустить, потому что мы знаем, это игрок вполне себе умелый в плане техники особенно. Да и в плане первого пасса этот человек может очень хорошо помочь своей команде. — Что самое интересное, Делик решил заменить именно себя. Ну, видимо, чувствовал, что не идет, так как он не имел... Ну, его проходы не имели большого смысла именно в данной игре. Вот. Вот. И, возможно, он попытался этим освежить игру своей команды. — Так, ну, пока просто выбросы проходят. — Денис... — Райан. — Ошибка. — Вот Нейскафе с шайбой нет, не доходит. — Егорка не поверил, не поверил Егорка в том, что Мазила сможет этот пас сдать, потому что его накрывали двое. — Нейскафе не принимает шайбу, пролетает мимо нее Райан. — Вдвоем с Мазилой и Торос. — Единственное, вот хочу насчет Нейскафе сказать. Конечно, они его, понятно, выпустили, чтобы освежить в третьем периоде, но вот всегда трудно в такой игре, когда твоя команда уступает и играет хуже, выходить и пытаться как-то спасать. Я понимаю, ему сейчас будет очень тяжело, поэтому будет довольно-таки, я бы даже сказал, удивительно, если сейчас у него получится прям переломить хоть игры. Хотя, конечно, всякое возможно, но... Уж слишком Оаки сейчас... Ну, так сказать... — Проигрывают. — Да. — Ну, да, я согласен с тобой, и... Но зато у него есть эти вот пять минут для того, чтобы показать своему капитану, какой находится он в форме, и, возможно, в следующих матчах он будет начинать у нас с первой игры и уже все, думаю, все две встречи проводить против какой-то команды. Ох, Штыгин проводит такой силовой прием против Егорки. — Туал сцепляется за эту шайбу, есть игрок на пятачке. — Останавливаются на пятачке. — И перекладка. — Вот это был реальный шанс. Я даже не помню, были ли еще у Оака такие моменты. А, ну да, были, конечно же. Но и там не забили, и тут. Ройс первый на шайбе. Отбрасывает в касание на Тороса. Торос, по-моему, вообще нападающим стал в последнее время. — Ну, уход Делика, возможно, открыл для Ройса потенциальные возможности в атаке. То есть перевел его в атакующий стиль. Но хотя, да, он, по-моему, начинал у нас на РД. То есть как бы номинально на защитнику. — Так, вот не с кафе с шайбой. Я обращаю, так сказать, на это внимание, чтобы все увидели, что это он. И пытается скидывать, но, по-моему, на Егорку в итоге скидывает. — Егорка, да, хорошую позицию занял. И сейчас имеет возможность поразить ворота Штегина, да. — И попер Егорки. Егорка, так сказать, начинает пополнять свой очковый багаж в этом турнире. Я, если честно, не запомнил, сколько он в первом матче набрал очков. Ну, там всего две шайбы Нью забили, поэтому не думаю, что много. — Торос. — Шайбы. — Торос. Да, я, в принципе, думаю, знаешь, в этой игре, по-моему, Торос у Акос чуть ли не самая активная игрок. Это интересно вполне. — У меня трансляция стала, а вот, по-моему, не стала. Не разберись у меня до сих пор продолжается, поэтому, Марк, прислали слово тебе. — Ну, тут у нас остается 40 секунд до конца матча. Счет 6-0 и, скажем так, подходит к концу эта встреча. Вот сейчас выход два в одного у Ака. Неплохо. Ройс бросается с другого угла. Денис легко парирует. Егорка. Катит на дальнюю на Райана. Тот скатывает на Мозилу. Мозилу теряет. 15 секунд остается. Уже явно победа достается Nordic Union, и поэтому нас делят очки обе команды, то есть по три очка. Вот. И победа Nordic. Да, победа Nordic. Конечно, вторую игру они выиграли абсолютно заслуженно, с явным большим, очень большим преимуществом. Тут даже у Аки не могли ничего противопоставить. В первой игре я не знаю, что случилось с Нью, почему они не смогли сделать того же самого, что и в второй игре. Ну, вот такое бывает. Где-то не хватило концентрации, настроили чего-то еще, и в итоге поражение. Мне кажется, просто немножко не повезло команде Nordic. Но во второй игре они показали свой класс, и поэтому это только начало. Смотрите турнир Ice Cup. Это все только начинается. Завтра у нас пройдет встреча между представителями второй группы, Devils и Packfuckers. И думаю, она будет столь интересна, как и сегодняшний игровой день. Всем спасибо. С вами были Panda и Jobson. Всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok